Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в программе «Подоплёка» мы обсуждаем, где больше перспектив для молодёжи – на Западе, на Востоке или дома в Латвии. Как мы знаем, в теме эмиграции наметился положительный разворот, потому что в Эстонии остановился отток населения. Однако Латвия пока продолжает терять молодёжь. Почему молодые люди выбирают карьеру за рубежом? Какие ограничения ждут их на этом пути? И можно ли заинтересовать их перспективами на родине? Об этом в программе «Подоплёка» сегодня говорят начальник отдела НИИ Организации здравоохранения соответствующего департамента правительства Москвы Михаил Горбачёв-Фадеев. Здравствуйте. Добрый день. Дорожный инженер государственного акционерного общества «Латвия-Свал» с целью государственной дороги Марина Быстрова. Добрый день. И член управления банка СЭП Арнис Шкаппорс. Добрый день. На прямой телефонной связи из Лондона с нами будет менеджер по развитию бизнеса крупнейшей британской компании по производству готовой еды «Кэррифуд» Жанна Селицкая. Мы с ней встречаемся после перерыва. У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская. Телефон напрямого эхира 672-12-93-9. 672-13-93-9. Звоните, делитесь опытом о том, как вы или ваши родственники уехали делать карьеру за рубежом, что из этого вышло. И видите ли вы перспективу для молодежи остаться и работать на родине. Итак, очередной опрос банка СЭП о молодежной занятости и зарплате и данной компании CVOnline показывает устойчивую тенденцию к росту спроса на новые кадры. Причем даже отсутствие опыта работодатель готов компенсировать обучением на месте. Растут и запросы молодых. Те, кто получает 500 евро, хотят 700. Те, которые получают 700, хотят 1000 и так далее. В целом треть молодых людей в Латвии в возрасте от 18 до 25 лет совмещают учебу с работой и получают от 500 до 800 евро после уплаты налогов. Удельный вес претендующих на зарплату от 800 до 1200 евро в месяц вырос с 34% до почти половины. А на зарплату свыше 1200 евро в месяц претендует уже четверть опрошенных. Три четверти молодых людей в Латвии хотят получать на руки больше 800 евро, тогда как год назад таких было 54%, то есть почти на 20% рост. И отсюда вопрос Арнису. Почему вы вообще проводите исследования молодежной занятости и какие тенденции они показывают? Почему это важно для банка, например? Во-первых, банк должен понять, о чем думают клиенты банка, как они себя ведут и какие тенденции вообще в этом сегменте происходят. Но если мы смотрим, у нас в банке примерно 55-60 тысяч клиентов, которые, скажем, молодежи, и было бы очень странно что-то предлагать, какие-то продукты дизайнировать для них, если мы не понимаем, как они себя ведут. Ну вот это главное, почему мы это делаем. И второе, мы хотим тоже чисто для общества, для Латвии показывать эти тенденции, потому что не всегда государственный сектор хорошо и быстро реагирует на эти изменения. Мы хотим посылать сигналы тоже государству, в каком направлении они должны думать. Это второе. Потому что мы банк для латвийского населения и для латвийского бизнеса, и мы хотим, чтобы тут все хорошо было. Ну вот Сиви онлайн говорит, что сейчас в их базе данных 20 тысяч вакансий. То есть найти работу в Латвии стало легче, платят за нее больше. И в то же время мы знаем, что многие эксперты говорят, что вот впереди кризис и так далее. Вот что в этой связи надежнее, так сказать, работу искать в Латвии или все-таки ехать за границу? Я думаю, надежнее быть настолько качественным и хорошим, что тебя хотят все. Это не надо. Не надо, ну скажем так, знаете, эти все границы уже перестают быть важными. В принципе, молодые люди, то, что я вижу, лучшая часть, самая такая конкурентоспособная, в принципе, у них все равно, где они им работают. Например, IT. Ну нам-то не все равно, нам хочется, чтобы они были дома. Ну, к сожалению, я думаю, что тенденция такова, что государство – это дом, дом, и государство – это хорошо, но, в принципе, мир становится глобальнее и глобальнее. И тут тенденция, что какое-то время молодые люди, я думаю, самая большая часть от них, они проведут не в Латвии, не дома. Ну вот с Мариной мы имеем как раз такой пример, что она уехала, наверное, учиться за границу и потом там работала, и через какое-то время вернулась. Почему вот именно такой сценарий вы выбрали, и почему этот сценарий повернулся именно в сторону Латвии обратно? Ну, я уехала сразу работать, я буквально закончила бакалавриат, и я сразу же нашла работу, это был 2008 год. То есть закончила бакалавриат здесь? Да. И буквально через месяц я нашла работу в Англии, ни разу не бывав там, через интервью по телефону, я даже не верила, что такое может быть. Ну, я решила попробовать себя, может быть, получится. Но для девушки у вас нетривиальная профессия – дорожный инженер. Ну, для человека с инженерным складом ума вполне подходящая даже для девушки. Я такой большой разницы, ну, не вижу, не обязательно всем работать лопатами на дороге или руководить на дороге. Помимо этого, для дорожных инженеров и так есть очень много работы и в офисе, и организационной работы. Это сейчас не ограничивается работой именно на объекте. И вас, англичане, взяли вот так вот, без рассылки 50 CV в разные компании? Да. Ну, получилось так, что я, как и многие студенты в Латвии, работала, пока я училась. Нагрузка в наших институтах это позволяла вполне, то есть у меня получалась практически полная ставка. И я уже закончила институт, можно сказать, с трехлетним опытом, что, конечно, очень приветствовалось в Англии, потому что у них, ну, это не все студенты могут себе позволить работать и учиться одновременно. И, ну, это был, во-первых, это были жирные годы, это я просто в последний вагон поезда попала, когда там не хватало рук очень-очень. И буквально я приехала туда, и случился кризис. И тогда началось очень, скажем так, непростое время там для меня, потому что мне надо было адаптироваться, привыкать. И это не так просто, как мне казалось. И в то же время надо было доказывать, что ты достаточно хорош, чтобы остаться, потому что у нас компания проходила через ряд сокращений. Несмотря на это, вот если ты думаешь, если ты действительно чего-то хочешь, я за это время успела получить два повышения. Хотя не сразу это все так получалось. И вернулась я, скажем так, потому что я понимала, я очень хорошо понимала, куда моя карьера идет там. То есть там очень ясно и четко видно, по каким ступеням ты пойдешь дальше. В достаточно узком для тебя направлении. У меня это было проектирование дороги. И это было очень удобно, потому что ты примерно представляешь свою жизнь наперед. Но тем не менее, все те бонусы, которые тебе дают работу там, они покрывают, это не покрывает те бонусы, которые тебе все-таки может предоставить Латвия. Как твоя родная страна, потому что у тебя остались здесь родители, друзья, которые на самом деле очень многие уехали, но тем не менее, какая-то часть осталась. И культура, ощущение себя здесь, как полноправным членом общества. Ты не чувствуешь себя здесь, муравьишками, кем-то маленьким. Ты действительно чувствуешь, что ты здесь можешь что-то изменить. И для меня это важно. Не всем это нужно. Подождите, но говорят же, что Западная Европа – это страна равных возможностей. И свободных людей, которые все в едином порыве в демократическом обществе могут реализовать себя. А вы говорите о муравьишках каких-то. Ну вот я там себя чувствовала какой-то маленькой, малозначительной. Да, я часть чего-то большого, но то, чтобы реальных шансов повлиять на что-то, я не чувствовала. Но это может быть очень субъективно. То есть я не говорю, что это так и есть, на самом деле, что я тут какие-то горы свернула. Но вот это ощущение у меня не покидало. У меня ощущение того, что я там приезжий, что я чужой. И даже если я там проживу 20-30 лет… Это было внутреннее ощущение или окружающее какими-то сигналами все-таки вам какое-то демонстрировали свое высокомерие или еще что-то такое? Ну я, во-первых, работала не в Лондоне. Лондон и Англия – это две разные страны, как говорят. Я работала в Ливерпуле, и там очень сложившееся местное общество. Но там чувствовала, что ты приезжий, и немножко такое отношение к тебе, как из страны третьего мира. Хотя, извините, у меня образование было лучше, чем у коллег. И там, допустим, знания мне показалось, что гораздо шире. И даже в профессии, допустим, какие-то основные математические знания у меня были, ну вот, которые мне непосредственно на работе были. Мне казалось, что у меня все-таки были сильнее эта база. Но все равно отношение было то ли с зависти. Они не могли понять, как эта девочка из страны третьего мира вдруг может тут попасть к ним за… вот вместе быть им ровней. То ли из-за чего, я не знаю. Но на самом деле тоже зависит от людей. Были очень классные люди тоже у меня коллеги. Потом я уже поменяла коллектив. И с ними было гораздо приятнее работать. И вот тогда была фаза развития у меня такого очень серьезного, за которым я очень благодарна. Но начало было такое, оно очень-очень такое холодное. Я говорю, это все еще наложилось на кризис. Когда, представляете, ну увольняют англичанина, а меня оставляют, потому что у меня там вот по каким-то причинам, по каким-то основным позициям у меня пунктов больше. Вы математику знаете лучше. Ну и у меня образование уже было. То есть это тоже уже считалось. Но это было немножко тяжело. Но, скажем так, можно было бы там жить. Нельзя так сказать, что прям я в ужасе там сбежала оттуда и никогда ни за что больше. Ну просто здесь мне комфортнее. Мне здесь лучше. Вот мы вернулись уже, можно сказать, почти 7 лет назад. Я не скажу, что я достигла каких-то нереальных высот в карьере. Я, между прочим, перешла из такой, скажем так, просто… Производственной сферы. Я, скажем так, я была, начинала в проектировании. Я думала, я буду продолжать проектировать. Но я вернулась сюда и понимаю, что здесь у меня здесь потолок в проектировании. Я высоко не пойду. Я поняла, что мне надо развиваться горизонтально. Мне надо набирать знания, которые вот из разных, в одной профессии, но в разных направлениях. Я считаю, и вот сейчас на работе, на моей нынешней, я эти все знания применяю. Я чувствую себя нереально комфортно. Мне очень нравится моя работа. Но, тем не менее, я выбираю работу, несмотря на то, что это латвий с вас цели, которые связаны с какими-то международными проектами. Мне уже скучно работать только на латвийских каких-то проектах. И вы можете себе это позволить выбрать, что делать? Да, вот сейчас какие-то проекты, так или иначе появляются большие проекты, в которых такие специалисты, как я, нужны. И которые знают, которые видят широко, видели что-то другое. И это сейчас и нужно работодателям. И я рада, что у меня есть такие возможности, что у меня были такие возможности получить этот разный опыт. Но я считаю, что это очень ценно для себя. Я себя сейчас чувствую очень комфортно на рынке труда Латвии. Хотя, ну, я не вижу, конечно, таких вот прям вот грандиозных каких-то конкретных шагов, чтобы там предпринять, чтобы стать Валдес Лоциклесом где-то там. Ну, может, у меня таких амбиций нету на данном этапе. Но, тем не менее, мне нормально. То есть, мне хорошо. Хорошо. То есть, зарубежный опыт помог Марине найти себя в Латвии. И это прекрасно. А о том, как можно еще искать себя, мы поговорим после перерыва. Сейчас новости и реклама. Не переключайтесь. Возвращайтесь к нам в студию. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем разговор о перспективах для молодежи на Западе, на Востоке и в Латвии. И мы уже обсудили тему того, как строится карьера, например, в Англии. Однако, в разговорах с молодыми специалистами, которые там устроились, я нередко слышу мнение о том, что существует некий стеклянный потолок, который эмигрант из Восточной Европы преодолеть не может или ему это сделать очень трудно. Миф это или реальность, мы спросим у Жанны Селицкой. Сейчас наш звукорежиссер Евгений Копеин свяжется с ней по телефону. А тем временем, вот Марина, расскажите о том, как вы видели свою карьеру, почему вы представляли ее очень четко и видели ли вы вот этот стеклянный потолок в этой карьере? На тот момент я работала в очень большой компании. И очень большие компании обычно продумывают, скажем так, ступени твоего развития как сотрудника. Тебе давались возможности, тебе каждые полгода ставились цели, которые ты должен был выполнить. Компания старалась предоставить тебе возможность, чтобы ты эти цели реализовала. И потом ты мог идти на пересмотр своей должности. И это было видно, это было прописано. То есть ты знаешь, как это будет. В Латвии этих ступеней гораздо меньше, во-первых. И они часто не прописаны и невидимы. То есть ты ждешь удобного случая какого-то. Все зависит от удачи, не только от твоих знаний и возможностей, но и от удачи. Как что повернется, кто куда уйдет, ли начальник не уйдет. Там было все гораздо яснее. Я, скажем, ну я говорю, у меня было несколько повышений там за то время. Но я, скажем, не добралась до какой-то очень высокой должности. На тот момент я не чувствовала никакого стеклянного потолка. Может быть, если ты попадешь туда, там выше, там может быть стеклянный потолок не только из-за того, что ты из Восточной Европы. Может быть, из-за того, что ты женщина или еще из-за чего-то. За это они борются, чтобы это изничтожить. Но это всегда в голове людей. Это на бумажке может быть прописано. А в голове людей это немножко по-другому. Но я не знаю, я не почувствовала, скажем так. Но я работала в большой компании. Если бы я работала в маленькой, вполне может быть, что это было бы по-другому. У нас на связи Жанна Селицкая, менеджер по развитию бизнеса крупной компании по производству готовой еды. Жанна, слышите ли вы нас? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. Вот карьера в Англии. Как она выглядела для вас? И чувствуете ли вы, может быть, какие-то ограничения со стороны местных жителей, конкурентов в отношении вашего развития? Я переехала в Англию, чтобы учиться в магистратуре. И мне кажется, вот этот вот толчок и эта ступень, которая у меня была изначально, она дала мне совсем другое положение в Англии и положение на рынке труда. То есть людей с магистратским образованием там относительно мало? Очень мало. То есть местные люди в основном не идут в магистратуру, они заканчивают свое обучение на бакалавре и уже идут работать, пытаются устроиться и идти по карьерной лестнице. Почему? У них другие традиции? Вот у нас как бы магистратура – это практически общее место. Все стараются после бакалавриата пойти в магистратуру. Мне кажется, это у нас вот такое воспитание, это желание родителей в основном и просто исторически так сложилось. А вот в Англии такого мышления нету, поскольку очень-очень дорого стоит обучение. И многие семьи, скажем так, вот среднего класса, они не могут себе позволить детям оплачивать магистратуру. Соответственно, бакалавр, даже зачастую бакалавр, если в семье трое детей, заканчивают только двое из троих или даже один. Это главное, почему они в магистратуру не идут. И потом у них нету такого, скорее всего, мышления и такой веры в магистратуру, что магистратура – это обязательно такой вот выход в лучшую жизнь. И это прям билет на большие должности. На самом деле нет. Чем быстрее ты пойдешь работать и чем быстрее у тебя будет опыт в работе, не важно какой, но опыт работы в Англии – это очень-очень важно. Но, тем не менее, за вас сыграла магистратура как раз. Да, только потому, что, естественно, я не местная, и вот то, что я закончила магистратуру, что это дает в понимании работодателя? В их мышлении это дает то, что человек может говорить по-английски и может говорить по-английски на высоком уровне. То есть у него будет хороший письменный английский, разговорный, а после магистратуры они надеются, что ты уже более-менее понимаешь, что такое Англия и как здесь все устроено. То есть это как бы вместо того, что у тебя вот есть опыт работы в каких-либо компаниях, вот магистратура практически приравнивается к этому. И плюс, когда я заканчивала магистратуру, я писала свою дипломную работу о индустрии чая в Англии и маркетинга. И вот одна из огромнейших английских чайных компаний, я их интервьюировала и заинтересовалась в моей работе. И они меня позвали через вот мою вот эту дипломную работу, сказали, пришлите, когда вы защититесь, и потом позвали на интервью. То есть это моя была такая прекрасная зацепка в мир работы в Англии. И в больших компаниях особенно. Да, да, в больших компаниях. И, конечно же, это был прекрасный опыт, когда, во-первых, интервью совершенно другой процесс, чем в Латвии. То есть в Латвии я тоже работала до этого, до Англии. И это совсем по-другому, это много ступеней. Там, получается, нужно проходить тесты по психологии, чтобы ты как психологический, как человек подходил вот всей этой компании. Потому что каждая компания имеет свой какой-то ментальный образ, образ мышления и образ поведения. И ты должен подходить. То есть иначе это просто не подойдет ни тебе как человеку, ни компании, и будет никому неудобно. Вот. И с этого вот началась моя карьера, с того, что, да, действительно, мой диплом открыл дверку в большие корпорации в Англии. Но я вот, честно, никогда не ощущала себя чужой. Мне кажется, я больше ощущала такое в Латвии, чем в Англии. Всегда мое мышление, оно отличается, конечно же, от местных. Но это приветствуется. То есть я иду в те компании, где действительно приветствуются разные культуры, разное мышление. Конечно, есть... Ну, это Лондон. Рамки. Да, это Лондон. Ну, я и работала за Лондоном тоже. Вот чайная компания, она за Лондоном, в маленькой деревушке. Но это все тоже зависит от, как я и сказала, культуры компании. То есть нужно очень внимательно выбирать культуру компании и осознавать. Вот когда идешь на интервью, мне кажется, даже как в Латвии, так и в Англии, нужно внимательно почитать об этой компании, поговорить с людьми, которые там уже работают, чтобы понять, что происходит и как проходят будни в этой компании, какой коллектив, какое общение. И просто нужно осознавать, подходит это тебе или нет. Жанна, я знаю, что в связи с Brexit, во многих британских компаниях сейчас происходят пертурбации и какие-то сокращения и так далее. Вот как вы в этих условиях себя чувствуете? Насколько вы чувствуете себя уверенно, смотрите в будущее с какой-то, с оптимизмом? На самом деле с большим оптимизмом, потому что опыт работы у меня здесь практически 10 лет. И у меня достаточно высокие должности и опыт в разных сферах. И это очень важно. Мне кажется, на сегодняшний день для молодых людей нельзя зацикливаться на одной должности либо на одном умении. Нужно получать различный опыт, потому что нужно быть очень гибким для выживания на данном рынке. И в Англии особенно, потому что Brexit очень повлиял на большие корпорации. Только в моей компании за один год у нас было 5 реструктуризаций. И это, конечно, нервный процесс. Но нужно верить, что я стоящий специалист. И нужно создавать, какие у тебя есть навыки, что ты можешь предложить рынку. И я четко знаю, что я не пропаду, потому что у меня не только в продажах я или в бизнес-развитии могу себя как-то преподать, но и в маркетинге. У меня есть три направления, по которым я могу пойти. И нужно всегда осознавать, что надо быть гибким тоже в понимании, что если что-то произойдет и тебя попросят уйти из компании, может быть, придется уйти на ступеньку ниже. Но это неплохо, это очень хорошо, и можно будет дальше расти, когда рынок устаканится. Поэтому я не считаю, что я пропаду, или специалисты с хорошим образованием, с хорошими навыками пропадут. Всегда можно найти работу. Просто не нужно как-то смотреть узко, нужно всегда думать, если что, я уйду ниже, либо попробовать другое направление в работе. Спасибо, Жанна, за ваш комментарий. Желаем вам успехов в эпоху сплошных реструктуризаций. Верим в то, что вы всегда будете востребованы, что вас будут ценить, и у вас будет интересная, насыщенная жизнь и карьера. Спасибо, Жанна. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу вспомнить, что в 90-е годы у латвийской элиты была такая, ну, может быть, инерция посылать своих детей учиться в Москву. Мы знаем такие примеры. Вот, и перед нами сидит Михаил Горбачев-Фадеев, который тоже учился в Москве, и сейчас в Москве работает, причем не просто в Москве, а в структуре при департаменте здравоохранения правительства Москвы. Ну, то есть, ну, с моей точки зрения, это крупная государственная должность, учитывая, что в Москве помещается, наверное, 5 или 6 латвий. Вот, Михаил, как у вас разворачивался этот сценарий, почему он именно такой, что вы цените в своей работе, и можете ли вы при каких-то обстоятельствах вернуться в Латвию? Ну, работать я начал в Москве, потому что я там учился, да, я закончил бакалаврой и магистра, и потом пошел в аспирантуру дальше. Но многие мои друзья в Москве и коллеги каждый раз меня спрашивают, почему ты вообще здесь? У тебя была возможность поехать в Европу, в Англию, в Америку, куда угодно. Зачем ты приехал сюда и работаешь здесь? Учитывая, что я думаю, что на самом деле у Марина также в Англии, а может быть нет, были какие-то миграционные вопросы трудовые, может быть нет, но, например, для иностранцев в России с визовыми странами, то есть это не Украина, не Таджикистан, например, есть проблемы с трудоустройством, особенно для молодых специалистов. То есть рынок, он не открыт. То есть нужно получить приглашение на работу, какой-то вид на жительство? Да, есть разные способы, да, то есть это либо путь миграционный, когда вы как бы будете там жить и к этому будете работать, да, получаете вид на жительство, это тоже один этап. Либо вы идете как трудовой мигрант. Значит, для граждан Латвии, для неграждан Латвии есть разные, это разная история, да, неграждане могут, как я понимаю, получать патент, есть не специалист, конечно, из моего опыта, который был. Граждане Латвии должны, их должны либо приглашать компания, зачастую это квоты, и компаниям нет смысла приглашать молодых специалистов, заморачиваться ими, чтобы брать специалиста, да. И здесь я, когда закончил университет, собственно, все двери за мной закрывались, когда, собственно, я говорил, что я гражданин Латвии. То есть они говорят, а, ну там виза, там нужно разрешение. Им, конечно, нет смысла, то есть у меня нет тех навыков после института, таких как я, там, сотни, тысячи, да, в моем потоке 200 человек с моим образованием. И каким бы я ни был бы замечательным, можно найти еще более замечательного, чем я. С нормальным паспортом. С нормальным паспортом, да. Но я во время учебы озаботился этим процессом, вопросом, и получил разрешение на время проживания, это миграционный вопрос, да, то есть именно, как бы, чтобы больше жить, прожить. А почему все-таки Москва вас привлекла? То есть вы увидели, что это действительно мегаполис, который дает человеку большие возможности? Когда я выбирал, наверное, место учебы, это не совсем так было, это просто был в первую очередь вуз, который я выбрал. Я закончил МГИМО, то есть это было именно, я шел туда за образованием, которое дает университет. А после того, как я закончил бакалавра, это было, то есть это начало, когда Москва особенно, она очень сильно начала меняться. То есть за последние, даже не 10, но можем взять даже отрезок 10 лет, а Москва кардинально изменилась. Она из абсолютно такого, для меня была дикая. Москва была ужасно дикой для меня, когда я приехал, она стала абсолютно европейской и даст фору многим европейским городам по качеству жизни, то, что предлагает Москва. Многие экспаты, которые приезжают из Англии, из Америки, они говорят, что есть те вещи, то есть там образование, медицина, какая она была бы неплохая, но она доступная, образование. То есть очень много всех доступных благ социальных, которых в Европе, например, нет. И многие в этом заинтересованы. И сама среда, она очень быстро развивается, и на фоне этого есть замечательные перспективы в работе, в профессии. Потому что не зря многие люди делают работу в Китае, в Юго-Восточную Азию, потому что это развивающийся рынок, и это некий хаос. Лестница – это хаос, хаос – это лестница. Есть возможность перепрыгнуть с одного места на другое, что-то попробовать самому развиваться, когда все вокруг развивается, намного легче. И здесь большое преимущество для меня – это работа в Москве, например, в отличие от Латвии. Потому что, как сказала Марина, вот в Англии здесь четкий, она понимала, что у нее есть какая-то лестница, и она понимает, как она по ней пойдет. У меня в Москве, например, нет такого четкого представления, что будет через пять лет для меня. То есть, например, в своей работе я вижу, что это некий потолок в точке зрения моей должности. Потому что, опять же, я гражданин Латвии, я не государственный служащий, я не могу им стать. И не хотел бы, на самом деле. Но у меня, если что, есть возможность развиваться в рамках новых проектов. Потому что Москва большая, и те задачи, которые решаю на работе, они сравнимы с государственным масштабом. То есть, система здравоохранения Москвы, это, ну, близко к бюджету Латвии. То есть, в принципе, тот бюджет, которым располагается. То есть, на всю нашу экономику приходится столько же, сколько в Москве на здравоохранение. Примерно, да. То есть, у нас даже шутят, что у нас есть такая статья «Прочие расходы». Так вот, «Прочие расходы» – это примерно как статья, это как весь бюджет какой-нибудь области в России. Да, это вот Москва, то есть, это потенциал, который она дает за счет того объема денег и людей, которые там находятся. Я думаю, что похоже, наверное, и в Юго-Восточной Азии вообще, в Африке, в Южной Америке. Наверное, там тяжелее, потому что там другой менталитет, там, наверное, другое общество, да. Но это просто развивающийся рынок, и там намного интереснее, много разных возможностей. То есть, вы сами по себе человек, который там любит приключения, поэтому вам комфортно в том регионе, где жизнь бурлит? Пока да. Ну, а все-таки, испытывали ли вы там какие-то, может быть, сложности или вот отстраненность, холодность, о которой говорила Марина вначале, работая в Москве и будучи гражданином Латвии? Исключительно только в общении с HR и людьми, которые меня нанимали, когда узнавали, что я гражданин Латвии. У меня был замечательный пример. Я ходил на собеседование в большой банк российский, в их подразделение, очень крутое. Я прошел несколько интервью по телефону, прошел тестирование. Меня уже пригласили к ним в офис Москва-Сити. И когда я заходил, я показывал паспорт, они говорят, а, ну, только у вас же паспорт гражданин Латвии, у вас пропуск должен быть другой. Ну, то есть, в здание, чтобы идти. Я такой, хорошо. Я позвонил HR, и она говорит, а, вы гражданин Латвии? Я говорю, ну, вообще, я указывал об этом. Говорит, знаете, а мы не можем вас взять на работу. То есть, мы с ними месяц целый обсуждали. То есть, я там три или четыре этапа уже прошел. И вот на этом этапе она вспомнила, что она не может меня взять. Такое часто бывало, на самом деле. Мне помогло то, что вначале у меня было разрешение на работу, да, которое помогло, разрешение на время проживания, которое дало мне возможность работать как любому гражданину Российской Федерации, да. Там было, скорее, проблемы в том, чтобы работодатель понял, что для него нет каких-то особых условий при приеме меня на работу, да. То есть, я подчиняюсь тому же трудовому законодательству и всем общим правилам, как граждане России. Но это не всегда понятно сотрудникам отдела кадров, бухгалтерии. Они не понимают, как тебя принять на работу. Но это была маленькая компания. В больших компаниях корпораций, конечно, таких проблем нет. Да, они там все часто принимают иностранцев. А есть вот этот пиетет перед иностранцами, о котором тоже упомянула Марина? Есть. В Москве это есть. Даже несмотря на то, что я такой сомнительный иностранец, да. Не совсем иностранец, да. Но все равно все отмечают, вот у нас есть там мальчик из Латвии, да. Хотя иногда это было в работе с государственными структурами, для меня иногда это приводит к дискомфорту. Например, у меня был опыт, когда мы организовывали рабочие поездки в разные страны, в том числе Китай. И во время посещения, для посещения Пекинского университета. И в поездке должна была присутствовать заместитель министра по образованию Российской Федерации. И меня не взяли в поездку, потому что, собственно, когда посмотрели на моего гражданца, сказали, так, как-то это, кажется, не Латвии поедет за министра, не, не, не надо. Нам этого не надо. Собственно, так я и пролетел. Хотя бы поездку очень долго готовил сам, но меня не взяли. Ну, министра, замминистра тоже не поехала, в коем-чете. Ну, это при работе, наверное, с государством такие могут быть некоторые сложности, да? Но, в принципе... Ну, хорошо. В общем, у нас есть Жанна в Лондоне, у нас есть Марина в Риге, у нас есть Михаил в Москве. В общем, во всех точках мы контролируем ситуацию. Желаем всем этим молодым людям прекрасной карьеры и растущих амбиций. Желаем не забывать, что они из Латвии. А Латвии не забывать, что у нее есть такие умные люди в разных точках. Спасибо банку СЭП за то, что он следит за молодежной занятостью и дает сигналы нашему правительству о том, как действовать для того, чтобы молодежь удержать на родине и дать ей прекрасный опыт в этом плане. Вот. А в следующей программе «Подоплека» мы поговорим о том, кто же он такой, наш новый президент, Левиц. Ждем вас в следующий четверг в 12 часов на радио «Болтком». С вами была Людмила Прибыльская, автор и ведущая программы «Подоплека», а также Марина Быстрова, дорожный инженер «Латвия-свал» с цели, Михаил Горбачев-Фадеев, руководитель департамента… Не, не руководитель департамента, начальник отдела… НИИ… Чего-то там, да. Здравоохранение при правительстве Москвы. Я Шкаперс, член правления банка СЭП. Всем спасибо и всего доброго. Спасибо.